Самые запретные места на планете. Каждый хотел бы побывать в этих местах, но далеко не у каждого есть такая возможность. Зато можно прочесть о них и представить, как эти объекты выглядят в реальной жизни. А еще мы расскажем о прямом назначении самых запретных и при этом самых интересных мест на Земле. Метро 2. Россия. Мало какой объект в СНГ может похвастаться таким же количеством витающих вокруг него мифов. А что мы имеем по факту? Подземные коммуникации были построены еще при Сталине и тогда же получили кодовое имя Д-6. Система прилегает к московскому метрополитену, но скрыта от постороннего глаза. Ее существование оспаривалось, однако в пользу Метро 2 говорят как отчеты Минобороны США, так и скупая информация от официальных лиц России. Объект пролегает на большой глубине до 210 метров. Строили его закрытым методом, так чтобы все это держалось в секрете. Коммуникации соединяют Кремль, Желтый дом Академика Жолтовского, подземный город под Раменками, Академия Генштаба и Аэропорт Внуково 2. Очевидно, есть и другие объекты. Система имеет однопутное движение, при этом контактного рельса в Метро 2 нет. В роли подвижного состава выступают электровозы типа L и вагоны Е6. Сами станции похожи на технические платформы метрополитена. Говорят, в условиях разрухи 90-х туда можно было попасть, что и удавалось некоторым диггерам. Сейчас же сделать это будет очень тяжело. А еще Метро 2 рассматривается в качестве убежища для первых лиц государства при ядерном апокалипсисе. Если, конечно, таковой произойдет. Хранилище судного дня. Норвегия. Если ядерная война или другой глобальный катаклизм уничтожит цивилизацию, то спасти выживших поможет хранилище судного дня или всемирное семяно-хранилище. Находится этот тоннель на острове Шпицберген. Туда для безопасного хранения помещены семена основных сельскохозяйственных культур. Место было выбрано не случайно. Тектоническая активность здесь невелика, а вечная мерзлота обеспечит выживаемость семян даже при условии выхода из строя холодильного оборудования, по крайней мере, на некоторое время. Все образцы хранятся в запечатанных конвертах, упакованных в специальные пластиковые пакеты, которые, в свою очередь, помещены в контейнеры. Места внутри достаточно, чтобы разместить 4,5 миллионов семян. Ноев Ковчег имеет взрывоустойчивые двери и специальные шлюзовые камеры. Норвегия заплатила за проект 9 миллионов долларов из своего кошелька. Хотя в хранилище отдельно представлена каждая из стран мира. Нужно ли говорить, что попасть в банк семян сможет далеко не каждый желающий. Зато виртуальную прогулку по хранилищу судного дня можно совершить прямо сейчас. Зона 51. США. А вот куда более масштабный и загадочный во всех отношениях проект. Зона 51. Это военная база, которая находится в 133 километрах от Лас-Вегаса, штат Невада. Именно секретность породила вокруг нее большое количество мифов и легенд. Главное, конечно, связано с пришельцами. Некоторые считают, что там хранятся останки инопланетян, погибших во время Розуэльского инцидента. Все это не более чем слухи, зато известно другое. Например, что Зона 51 служит тестовым полигоном для новейших американских самолетов. В разное время там испытывались невидимка F-118, разведчик Ю-2 и другие крылатые машины. С объектом связывают их таинственную Аврору. Якобы этот самолет может достигать гиперзвуковых скоростей. Воздушное сообщение над Зоной запрещено. Подойти близко к базе тоже не получится. Но разве в наш высокотехнологичный век это является проблемой? Во всяком случае, спутниковые снимки дают представление об устройстве базы. Ничего необычного там нет. Лишь ангары и другая характерная для таких объектов инфраструктура. Конечно, любители всего необычного этот факт не останавливает. И они указывают на возможную подземную инфраструктуру. Об остальных запретных местах на планете смотрите в следующем выпуске. На этом у нас все. Ставьте лайк. Увидимся.